Всем привет! Вы на канале Грик ТВ. С вами я Владислав. Сегодня мы будем готовить интересное блюдо. Будем готовить пиццу 5-10 минутку. 5-10 минут. Ну то есть быструю. Из того, что есть дома. У нас сейчас нет света, поэтому будем готовить на сковородке, на газу. Приятного всем просмотра! Подписывайтесь на канал. Вот такой набор продуктов у нас сегодня. На то, что мы будем печь, жарить. Первым делом возьмем майонез. Нам понадобится 5 ложечек майонеза. Так, 3, 4, 5. Следующий этап. Нам нужна сметанка. Сметаной тоже возьмем 5 ложечек. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот, первые ингредиенты мы добавили. Теперь возьмем в эту массу добавим 2 яичка. Так, два. Так, все яички у нас есть. Так, теперь тщательно все это перемешаем. У нас получилась однородная масса. Вот так вот венчиком. Быстренько, чпок, раз, два и готово. Так, теперь, когда у нас масса готова, добавим муку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ложечек. Затем, пока еще не размешивая муку, добавим разрыхлитель. Ну, примерно на глаз, где-то грамма три. Где-то вот так вот. Затем добавим щепотку соли. Вот так. Когда все ингредиенты есть, нужно все это тесто замешать. Тоже до однородной массы. Вымешиваем. Вот таким вот образом. Очень быстро, легко, просто получается тесто, которое подходит как к приготовлению в духовке, можно запекать, запекать, так и на сковородке можно пожарить. Ну, собственно, вот и готово тесто. Вот. Когда тесто готово, его еще немножечко лопаткой можно тоже так вот перегорнуть, перемешать. Вот. Так, тесто у нас готово. Теперь мы его отложим на некоторое время и сейчас быстренько подготовим начинку и уже, собственно, будем жарить. Так, в холодильничке нашлись разные виды сардерия колбасок, сосисок всяких. Все это пойдет нам сегодня в пиццу. Вот. Сосисочки предварительно нужно очистить от пленочки. Так, колбасочки наши почищенные, мы их измельчим. Таким вот нехитрым образом убегает. Вот так. Так что ж такое. Просто кругляшами нарежем. А вообще, как вам нравится, долькой, соломкой, как вы любите, так и нарезайте. И маленький. Также для любой пиццы нам понадобится сыр. Как же пицца без сыра? Возьмем его, натрем на крупную терочку. Заранее подготовим. Вот. Вот так вот. Быстренько раз-два. И натерли. Так, еще я в холодильнике обнаружил корейскую морковочку. Мы тоже проэкспериментируем. Добавим ее в пиццу. Будет пицца с колбасой и корейской морковкой. Так, сковородочку чуть-чуть смажем маслом. Растительным. Вот. Вот так. Даем на самый малый огонь. Так. Наша вот тесточка, получившаяся, выкладываем на сковородку. Вот так. И размазываем равномерным слоем. Честно говоря, я не знаю, что получится. Я первый раз так делаю. И мы все вместе посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Вот. Вот так лопаткой постараться равномерно как-то разложить это тесто. У меня не сильно получается, но как получится, так и будет. будет. Так, затем возьмем обычный наш кетчуп, который есть у всех в холодильнике. Нальвем его сюда. И той же лопаточкой, аккуратненько его сейчас распределим. Вот так вот. По всему тесту. Вот таким образом распределим кетчуп. Так, теперь колбаски наши подготовленные в произвольном, хаотичном порядке. Раскладываем на пиццу. Вот так вот. Как упало, так красиво. Теперь морковочку. Такая какая-то корейская пицца получится. Корейская папирони. Вот так вот. Так, ну и конечно же сыр. Подготовленный сыр. Кто как любит, кто любит больше, кто меньше. Это уже на свое усмотрение. Ну и накроем крышечкой и оставим на минут 10. Так, прошло 20 минут. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, в принципе, тесто готово. Сыр распаялся. А запах, аромат такой вообще супер. Я думаю, что она готова. Будем сейчас снимать ее со сковородки. Так. Отделим от края. Заведем туда лопаточку. И вот так вот. Так. Что у нас тут получилось. Ну, выглядит очень аппетитно. Так. 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 Ну, что ж. Ну, что ж. На все про все. У нас ушло 25 минут. И вы только посмотрите на эту пиццу. Куча сыра. мясо. Классная штука. Сыр прямо вот стекает по ней.